Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я представляю вам небольшой фильм-обзор. Это Unboxing & Unpacking распаковка инвертора производства компании UKC. Китайская компания, которая выпустила данную модель с максимальным потенциалом по мощности 2000 Вт. Это кратковременные импульсы, скорее всего, это для запуска двигателя, предельная мощность, пусковая. И номинальным потенциалом мощности 800 Вт долговременной. Сегодня, к сожалению, нам не удастся померять именно 800 Вт, но тем не менее, сегодня мы посмотрим, запустим просто без нагрузки, посмотрим комплектацию. Итак, смотрим на внешний вид упаковки, смотрим на боковую сторону, смотрим на тыльную сторону. Как она выглядит. Ну и, соответственно, вторая боковая сторона. И для тех, кто хочет почитать важную информацию. Ставьте в стоп-кадр, кто хочет читать, мы едем дальше. Итак, покупка была сделана в интернет-магазине, что, собственно, удобно. Итак, что у нас есть? Что у нас есть в коробке? Сам, собственно, инвертор. Кабели. Два кабеля с очень толстым проводом. Не скажу, какого сечения, пока не померим. И есть с более тонким кабелем, собственно, ну такой, ну так, для прикуривателя, переходник. Есть инструкция, распечатанная на английском языке. Других языков я не вижу. Универсальная инструкция. Соответственно, провода мы сегодня эти использовать не будем. Будем использовать уже, когда будем собирать установку. Провода пока закроем, чтобы нам они не мешали. Упаковано все в такой мешочек с пузырьками. И, соответственно, документ о продаже интернет-магазина нам пока не нужен. Вот. Что у нас есть? У нас есть индикатор, потом мы увидим, я надеюсь. Есть лицевая панель. Модель KC2000D. С всевозможными защитами и с индикатором. Панелька, которая служит для подключения постоянного тока 12 вольт аккумулятора. Панелька для уже преобразованного высокого 220 вольт с индикатором энергии, индикатором перерывшего предохранителя. Следует отметить еще, что есть гнездо 2 амперного 5 вольтового USB разъема, которое может быть использовано для того, чтобы вы могли подзаряжать свои гаджеты. И, соответственно, выключатели нагрузки красного цвета. Все. Металлический покрашенный в красиво красный цвет корпус. Есть подкрепление, соответственно, под 4 винта сделаны прорези, что удобно можно ставить. Ну и тыльная сторона глухая, только покрашенная. Все. Весь обдул будет происходить через вентилятор. Мы же делаем, продолжаем нашу работу. Подключаем к нему наш выпрямитель, о котором я рассказывал в предыдущем фильме. Для этого нам понадобится сам выпрямитель, нам понадобится провод. Сейчас принесем провод. Провод предварительно замаркирован, где плюс, где минус. Обычно я вяжу узлы там, где плюс. Подсоединяем плюсовой клейми. И, соответственно, смотрим, где у нас плюс на выпрямителе. Подключаем плюс на выпрямитель. И точно так же все проделаем с минусовым проводом. И минус. Так, у нас собран источник питания 12 вольт 30 ампер. У нас собран с ним соединен инвертор. И в качестве нагрузки я возьму лампочку. 2060 или 75 лампочка. Подключаем на выход. Сначала мы проверим без нагрузки его, потом включим нагрузку. Итак, подключаем напряжение. Подаем напряжение на выпрямитель, который соединен с инвертором. Как мы видим, выпрямитель подал сигнал, индикатор, загорелся питание. Там отключен сейчас сам инвертор. Мы включаем инвертор. Мы включили инвертор. И наблюдаем, соответственно, что лампочка 220 вольт загорелась. Мы видим, что напряжение на входе инвертора составляет 220 вольт. Отставить на входе 12 вольт. Поближе вам еще было видно. 12,1. На выходе 217 вольт. Регулировки здесь нет. Скорее всего, что ограничения связаны с тем, что необходимо, может быть, подавать ему чуть больше, чем 12. Аккумулятор все-таки теоретически 12,6 вольт. Поэтому, скорее всего, в пределах допустимых отклонений и норм. Можно проверить напряжение на клеммах питания с помощью нашего цифрового прибора. Сейчас поставим сюда. Будем видеть, как показывает цифровой встроенный вольтметр. Показывает 11,94. 12,0 показывает наш... Вот. На этом мы заканчиваем наш просмотр. И я благодарю вас за это, собственно, участие в этом видео, за ваш просмотр. Все, хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok